Своим избирательным правом уже воспользовался и глава Кабмина Алихан Смаилов. Свой голос премьер-министр отдал на избирательном участке 111 в здании Национальной библиотеки в столице. Он также призвал всех казахстанцев проявить гражданскую позицию. Именно сегодняшний день определит, как будет развиваться наша страна в ближайшие 7 лет. Мы должны проявить гражданскую активность и отдать голос за своего кандидата на пост главы государства. Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан, за благополучие в каждой казахстанской семье. Туда же голосовать прибыл и спикер Сената. Маулен Ашимбаев напомнил, что год начался непросто. Однако казахстанцы сумели общими силами справиться с ситуацией. Он призвал и далее проявлять сплоченность, в том числе и на выборах лидера страны. Председатель Можилиса, в свою очередь, голосовать решил вместе с супругой. Свой выбор Ерлан Кушанов сделал на избирательном участке, расположенном в здании национальной кампании Казахстан Тимиржола. Напомню, спикер Нижней палаты парламента возглавляет предвыборный штаб действующего президента Касымжо Марта Тукаева. И недавно вернулся из поездки по регионам. Мы объездили все регионы, узнали настроение народа и прогнозируем, что казахстанцы будут сегодня активно приходить на избирательные участки и голосовать. Сам я отдал голос за устойчивое развитие, благополучие нашей страны и достижение поставленных целей. В числе первых проголосовал на внеочередных выборах президента Иерлан Карин. Сделав свой выбор, государственный советник поделился мнением, что эти выборы закладывают основу нового государственного устройства. Кандидаты в президенты Жигули Дайрабаев, Каракат Абден и Нурлана Уиспаев тоже воспользовались своим избирательным правом ранним утром. Выдвиженец от общей национальной социал-демократической партии свой выбор сделал в микрорайоне Коктал на 198-м участке. С нашей программой ознакомились жители даже самых отдаленных участков страны. Как сторона оппозиции мы открыто объявили о своей позиции.